Спасибо большое, коллеги. Доброе утро. Утро у нас еще. Действительно, у вас в блестях не первый раз. Разных, как Астасик у вас бывал, но вот в качестве спикера на деловом завтраке первый раз. Наверное, о многом можно рассказать, поскольку Роскомнадзор занимается вопросами, которые касаются надзора и концентрирования в области связи, в области средств массовой информации, занимается персональными данными, и уполномоченный орган по персональным данным. Но, тем не менее, я думаю, самая животрепещущая тема, которая интересует всех и интересует, прежде всего, средством массовой информации, это закон, вступающий с 1 сентября в силу закона о защите детей от противоправной и наносящей вред к их здоровью развитию информации. Много идет публикации на эту тему, очевидна эта новость. И я понимаю интерес СМИ к этому вопросу, потому что это касается непосредственно средств массовой информации, но меня несколько удивляет, что в большинстве публикаций основная тема – это волк из мультфильма «Ну, погоди», крокодил Е, на который курят, Анна Каренина, на который поезд переезжает. И вокруг этого строятся чуть ли не апокалиптические прогнозы по поводу того, что то, на чем воспитывались поколения в нашей стране, сейчас попадет под запрет, и будут вырезать курящего волка, крокодила Гена, красную шарочку, когда волк съедает их бабушку, и красную шарочку, и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что позиция Росклавнадзора по этому поводу была заявлена достаточно четко, публично она была под перо и топками разлучена моим заместителем Сезавом, который сказал, что очевидно, мультфильм «Ну, погоди», но это как пример, это касается и всех остальных аналогичных информационных продуктов, художественных фильмов, мультфильмов, книг и так далее, то, что попадает или иным образом на страницы и в кадр СМИ является культурной ценностью для нашей страны, поэтому нет необходимости ограничивать время его показа. Очевидно, что персонажи, которые там ведут соответствующим образом отрицательные, нет необходимости неклировать продукцию. Что бы я хотел сказать, что во всех своих ипостасиях, где бы я ни работал, в Министерстве по связи массово-коммуникациям, при Симбе Таверме, когда я был премьера, возгружал на департамент прислуживой информации правительства, я всегда считал, что моя основная задача – это находиться в диалоге со средствами массовой информации и был чьи в Министерстве и сейчас. Я считаю, что я должен быть эффективным консультантом для средств массовой информации, русскому образом эффективно консультировать и помогать средствам массовой информации в отношении этого закона конкретно вырабатывать те подходы и решать вопрос так, чтобы это было не дискриминационно для отечественных средств массовой информации, очевидно, и чтобы наши граждане получали исчерпывающую информацию из отечественных средств массовой информации. Поэтому очевидно, что закон должен действовать, очевидно, что нормы, прописанные в нем, должны соблюдаться. Но как они должны соблюдаться? Мы уже достаточно давно, уже несколько недель ведем консультации со всеми средствами массовой информации, мы провели совещание с фирменными телеканалами, с кабельными телеканалами, с радиостанциями, с печатными СМИ и сетевыми изданиями для того, чтобы выработать единый подход, который был бы эффективен, был бы удобен для средств массовой информации, были бы единые подходы и для того, чтобы и Роскомнадзор мог выполнять свои функции и, соответственно, контролировать ту информацию, которая в данном законе прописана, и в то же время, чтобы отечественные средства массовой информации тоже не чувствовали себя ущемленными по отношению к своим зарубежным коллегам и для того, чтобы они могли доносить информацию до всех жителей нашей страны. Мне кажется, это принципиально важно. И я уверен, что только в диалоге со СМИ мы в течение, как мы объявили на Совете по массовым коммуникациям, это, кстати, Общественный Совет, созданный в рамках открытого правительства, которое уже начал функционировать. Первое рассчитание прошло неделю назад. Неделю назад мы обобщили все подходы, которые были обсуждены на совещании с отдельными категориями средств массовой информации и договорились о том, что первый месяц мы и для нас, поскольку это для нас тоже новый закон, и для СМИ является, ну, не переходным, но, очевидно, это период активного обсуждения, как применяется закон. Очевидно, что любое средство массовой информации, которое, ну, очевидно, будет видно, намеренно исполнять этот закон и вы исполняет, мы не намерены применять драконовские методы, запрещать, наказывать и так далее. Мы будем находиться в диалоге, если, по мнению экспертов, я хочу подчеркнуть, что по закону, и мы уже создали, я озвучу в рамках нашего диалога экспертный совет, который был составлен по предложениям средств массовой информации, экспертный совет будет анализировать те спорные случаи, которые будут возникать, будут анализироваться подходы всех средств массовой информации, и печатных, и электронных, по маркировке продукции, и очевидно, что в течение месяца у нас эту правоприменительную практику по отношению к этому закону мы сможем проанализировать. В период до 15 октября, с 1 до 15 октября мы выберем удобное время для всех средств массовой информации и для Роскомнадзора мы соберемся еще раз. Мы работаем активно с общественными организациями, это Национальная ассоциация телевещателей, это Российская академия радио, это гильдия издателей печатной продукции и Российская ассоциация электронных коммуникаций, которая объединяет в том числе интернет-СМИ. Мы договорились с ними, что они обобщат подходы и возможные замечания и предложения, которые возникли по ходу первого месяца правоприменения данного закона. Мы встретимся в октябре, уже договорились, что мы пригласим на этот совет по массовой информации всех заинтересованы ветви власти, я имею в виду и законодателей Государственной Думы, это разговор у меня с авторами закона ДРУ, прокуратуру, Федеральную альтимонопольную службу, потому что правоприменение в отношении рекламы это полномочия Федеральной альтимонопольной службы, и естественно все средства массовой информации или представители общественных руководителей общественных организаций. Мы еще раз проанализируем, что за этот месяц произошло, как мы правоприменяли закон, как средства массовой информации действовали, и выработаем те предложения, которые, если необходима будет корректировка, мы их обсудим коллегиально и придем, я уверен, к консенсусному решению, и соответственно будем двигаться дальше. В любом случае, мы активно работаем с нашими региональными подразделениями. У нас прошел семинар по поводу правоприменения этого закона. Мы сообщили всем средствам массовой информации, что мы открыты, если они будут считать, что где-то перегибается палка в территории, чтобы они нам сразу сообщали. Владимир Фиков, мой предсекретарь, открыт для мгновенного получения этой информации. У нас есть представительство в Твиттере, куда тоже можно писать, я имею в виду Роскомнадзора. И все частные случаи и выход из этих частных случаев на обобщение, которые мы обсудим в октябре, ляжут в основу того подхода, который мы будем применять дальше. Вот как бы первые мои слова, дальше готовы ответить к вашему вопросу. Я бы такой дал заговору. Ну погодите, ну послушайте. А, лид такой, да? Волку из «ну поведения» никто не собирается выпишут волчий билет, если я правильно понял наших гостей. Передаю слово ведущему. Ну что ж, мы тогда... Я думаю...